Хотелось бы Да отняли список И негде узнать Течет река времени То быстрая, стремительная Будто торопит, будто подгоняет Скорее, скорее, иначе не успеешь То тихая, глубокая Почти не движется, словно ждет чего-то А бывает упрется в камень И точит его, точит Десятки лет не может Не обойти, не успокоиться Совсем как человеческая память Больше семидесяти лет прошло Но до сих пор Клара Торосова Пытается представить Как проходил расстрел ее отца О чем он думал в этот момент Что чувствовал, во что верил Как представлю, что вот он До конца стоял и не знал За что его убивают Когда вот уже на расстрел Здесь винтовки Направлены И вот он стоит И вот так, знаете, сердце до сих пор сжимается И боль Вот эта боль Так она и остается 30-е годы прошлого века Индустриальный прорыв Советский Союз на втором месте в мире После США По темпам роста промышленного производства Время преобразований Ликвидации неграмотности Создания собственных кадров Управленцев, инженеров Развития науки и техники В хронике тех лет Жизнь, вечный праздник Это были счастливые годы Вспоминает Тамара Окунева-Аргудаева Которой в 37-м исполнилось 7 лет Семья жила дружно В Абакане В большом доме По улице Павших Комунаров Вместе ходили в театр Весело отмечали праздники Отец был добрым, ласковым, внимательным Очень любил мать Очень много работал Аргудаев Александр Макарович Родился в 1900 году В Батратской семье Хакас Председатель Абаканского горсовета Арестован 24 июня 1937 года Обвинение Участник контрреволюционной Националистической организации Союз сибирских тюрок Антисоветская агитация Приговорен 22 июня 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР К 8 годам Исправительно-трудовых лагерей И 3 годам поражения в правах Умер 9 февраля 1939 года В Магаданской области За председателем Абаканского горсовета Пришли днем Громко постучали Красноармеец встал у двери А баранок по хозяйски прошел Сел посредине комнаты На табуретку И начал командовать Пошевеливайся Быстрее вроде того Что собирай своего мужа А мама А мама говорит Успеешь И так вот уже нахватали А папа нервно так ходил И думать Не плачь, я вернусь 30-е годы Время пятилеток Движения стахановцев Время создания Новых отраслей промышленности Станкостроительной Авиационной Автомобильной Химической Среди крупнейших предприятий Введенных в строй Днепрогресс Магнитка И Кузнецкий Металлургический комбинат Строительство Московского метро И других Народно-хозяйственных объектов На волне эйфории Создания нового Справедливого общества Мало кто задумывался Какие средства Используются Для достижения Высокой цели Какую цену Придется за нее платить Чьи судьбы Будут на кону Вот эти судьбы Незаконно репрессированных Жителей Хакасии Более 5,5 тысяч человек В их числе И Роман Кызласов Один из первых Руководителей Кооперативного движения В округе Апатур и области Кызласов Роман Афанасьевич Родился в 1896 году В Батратской семье Хакас Председатель Хакасского Облпотребсоюза Арестован 11 ноября 1937 года Обвинение Участие В антисоветской Националистической Организации Приговорен 21 июля 1938 года Военной коллегии Верховного суда СССР К расстрелу Активный просветитель Организовывавший Избы читальни В отдаленных алах Подвижник Участвовавший В создании Хакасского алфавита Первый Хакас С высшим Экономическим Образованием Который получил В Ленинграде В городе На Неве Он несколько лет Жил вместе с семьей Женой И двумя детьми У меня было Счастливое детство Рассказывает Дочь Романа Афанасьевича Каждое воскресенье Мы ездили В Петерго В детское село Мы в лицее Были Мы все прошли музей Мы даже Оперный театр Посещали По сути кажется Человек совершенно Из глуши Из медвежьего укла Как нас называли Но он рвался Ему нужно было Познать все это И культуру И чтобы Сделать Как говорится Понять Историю Своей родины Когда родители Завершили обучение Семья вернулась На родину Молодым специалистам Дали двухкомнатную Квартиру В центре Абакана Мать Христина Витольдовна Преподавала в педучилище Отец Ездил по районам И отдаленным селам Призывал людей Вступить в кооперацию В то время Был дефицит Промышленных товаров Они сдавали Свои натуральные продукты Вот это я помню Что мы приезжали Была киноустановка Показывали Какой-либо фильм Такой немой Это я помню прекрасно Это дневники Романа Афанасьевича Ранее 20-х годов В них атмосфера Того времени Подлинные чувства Человека Который всю жизнь Посвятил борьбе За светлое коммунистическое будущее 30 октября 1922 года Понедельник Река Тёя Улус Усть-Сарагул Я буду бороться До победного конца Несмотря на усталость Несмотря на все лишения Я кончусь в этой борьбе Тяжелой И беспощадной Пусть меня Побежденного бойца Зароют в сырую землю Нет Я выйду победителем А если я не достигну Достигнет мой род Того, чего я Не смог достигнуть Старший брат Клары Романовны Доктор наук Младший строитель Сама она Замечательный врач Дети выполнили Завещание отца Который любил их Самозабвенно Баловал Особенно дочку Который не мог Отказать ни в чем Арест главы семьи Стал для Кызласовых Катастрофой Казалось, жизнь Закончилась Время остановилось Я сама Десятилетняя девчонка Спала около двери Постучали Я встала В 12 часов Я открыла дверь Сама Стою в рубашонке Ребенок А мне заходят трое Они, конечно, сделали Большой обыск Они даже притрясли Всю мою кровать Кроватку Все, я стояла Это в 11 ноября В то время в Хакасе Были большие морозы И, значит, все А я уверен Ну, уходя, он сказал, что Матери, мать с ребенком Десятимесячно на руках Он сказал, что Разберутся Я ни в чем не виноват И, значит, Так арестовали 30-е годы Вместо рыночной В стране экономика Государственная Плановая Не стало безработицы Улучшилось качество жизни На основании этого 18-й съезд партии большевиков В качестве главной Политической задачи Поставил завершить Построение социализма И обеспечить Постепенный переход К коммунизму Михаил Торосов Был коммунистом Убежденным Личность легендарная Человек Выросший от активиста-комсомольца До председателя Хакасского обл.исполкома Он подготовил И успешно представил В Москве В 1935 году Докладные записки И материалы По созданию трестов Оказанию помощи Совхозам и промышленности Область тогда получила Огромную помощь Которая способствовала Значительному продвижению Хакасии вперед Торосов Михаил Григорьевич Родился в 1900 году Хакас Образование незаконченное Высшее На момент ареста Председатель Хакасского обл.исполкома Задержан 17 октября 1937 года Обвинение Руководство Националистической Право-Троцкистской Организации По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР От 13 июля 1938 года Расстрелян Мой папа Рассказывает Дочь Михаила Торосова Клара Михайловна Был любящим мужем И сыном Детей просто обожал Он приходил На обед Заводил патефон У него был Свой кабинет Комната Квартира из трех комнат Была И вот заводил патефон Брал на руки Кого-то Или это был брат Два годика ему Или сестра там Или меня даже брал Меня он между прочим Очень любил И вот И танцевал с нами Танцевал Потанцует Потанцует Потом значит Только идет обедать Арест Михаила Торосова Перевернул жизнь близких 12 октября 1937 года Черная дата Семьи Входят двое В милицейской одежде И Двоих Понятых С собой приводят Обыску Торосовых Проводили тщательно Перелистали все книги Пересмотрели все Личные бумаги Вещи в шкафах Нашли револьвер Правононошение оружия И письмо К Сталину Такой большой Плотный Толстый Такой Конверт И письмо там было И написано Красивым почерком Папа Красивый почерк был Москва Кремль И В Сталину Отец мой Как раз Сталину И писал О том Что здесь Происходит Безобразие Что у нас Арестовывают Честных Порядочных Людей Вот Они И там Среди них Люди Разных Национальностей Люди Такие Которых Он знает Прекрасно По совместной Работе Что они Преданы Родине Преданы Хакасе Преданы Хакасскому народу И вот Сталин не знает Этого То он должен Знать Председатель Хакасского Обл. Полкома Держался Спокойно Вероятно Заранее Знал О возможном Аресте На прощание Обнял Родных В последний Раз Я сильно Плакала Когда я поняла Что Видимо Мама Что ли Тут сказала Что Что Совсем Уводят Или как Тут Что И он Я плакала Он подошел Лову Положил На голову И говорит Девочка Не плачь Твой папа Вернется Тридцатые годы Кинематограф Выполняет Социальный Заказ Главные герои Чапаев Щорс Колхозники Трактористы На экране Веселые ребята Цирк Волга Волга В общем Народ идеальный Добрый Умный Устанавливающий Трудовые рекорды Побеждающий В соцсоревновании К тому же Бдительный И беспощадный К врагам Советской власти В реальной жизни Массовая истерия Большой террор Предпосылкой к которому Стало убийство Сергея Кирова Сталин обвинил В этом своих Политических противников Зиновьева И Каменева Ранее возглавлявших Оппозицию В партии В приговоре утверждалось Что они Цитирую Были активными Участниками Подпольно-террористической Контрреволюционной Группы Сегодня мы знаем Что эти дела Были сфабрикованы Тем не менее Повальные аресты Начались Забирали и Троцкистов И бухаренцев И представители Рабочей оппозиции И правых уклонистов Страну захлестнула Волна политических Репрессий Которые с исторической Точки зрения Считают некоторые Ученые Были закономерны В Англии В Англии была революция Она закончилась Кромвелли Во Франции Французская Буржуазная революция Пришел Сначала Консул Потом император Бонапарт Наполеон Который расправился С рейлистами И якобинцами У нас в России Вот таким Человеком Который подавил Последние Искры Пламени Которые оставались После революции Был Сталин Новое поколение Сталинских управленцев Естественно Конечно Оно должно было Расправиться С теми Которые были Тогда Совершали революцию Уже так сказать Потолстевшими Постаревшими Ясное дело Ну и кроме этого Понятное дело Что в общем-то Уходили и Другие люди Совершенно невиновные В общем-то Идеологической основой Большой чистки 37-39 годов Послужила Сталинская доктрина Усиление классовой борьбы По мере завершения Строительства социализма В точном соответствии С ее вектором Были внесены изменения В действующие Уголовно-процессуальные Кодексы Союзных Республик Требования По расследованию И рассмотрению Дел О террористических Организациях И актах Против работников Советской власти Выглядели так Первое Следствие по этим делам Заканчивать в срок Не более 10 дней Второе Обвинительное заключение Вручать обвиняемым За одни сутки До рассмотрения Дела в суде Третье Дела слушать Без участия сторон Четвертое Кассационного Обжалования Приговоров Как и подачи Ходатайств О помиловании Не допускать Пятое Приговор К высшей мере Наказания Приводить в исполнение Немедленно По вынесении приговора Оперативный приказ О проведении Массовых арестов В отношении Всех антисоветских элементов Подписанный Наркомом Внутренних дел Союза СССР Ежовым 30 июля 1937 года Положил начало Невиданному Репрессивному Беспределу Чуть ли не ежедневно Проходили заседания Троек Которые выносили Постановление Либо об аресте Либо о заключении В лагеря На срок От 8 до 10 лет Был определен Перечень контингента Порядок Сроки Масштабы Репрессий Так называемых Врагов народа И даже форма Специальных бланков Отчетности Где отмечалось Сколько необходимо Арестовать Рабочих транспорта Промышленности Строительства Сколько служащих Ученых Врачей Адвокатов Инженеров Агрономов Сколько крестьян Кулаков Середняков Бедняков Сколько командиров И солдат Красной армии Чекистов И сколько служителей Культа По разным данным В 1937-38 годах Осуждены От 1 млн 345 тысяч До 1 млн 700 тысяч Человек Больше половины Из них Приговорены К высшей мере Наказания Каждый второй Из осужденных По политическим Мотивам Расстрелян В годы Большого террора Резко увеличилось И количество Заключенных Лагерей Колонии Тюрем На 1 января 1939 года За колючей проволокой Отбывали наказание Больше 2 млн Заключенных Которые Строили Беломор Канал Волгодон Байкало-Амурскую Магистраль Граждане Страны Советов Старались Не обращать Внимания На то Что великие Стройки Возводятся Подчас На костях ЗК Заключенных Канала-армейцев Занятых На масштабных Строительных Объектах ГУЛАГа Свыше 100 Контрреволюционных Повстанческих Националистических Белогвардейских Кулатских Троцкистских Бухаринских И прочих Организаций Стремящихся Ликвидировать Советскую власть Возглавлял Управление НКВД Области В то время Николай Хмарин Соратник Сергей Лазо Герой Гражданской Войны Знаменитый Партизанский Командир И вот Он переплатился Именно Жестокого Человека В этом Доме По улице Ленина Он жил В квартире Обставленной Довольно Бедно На втором Этаже С отдельным Входом Который Попросил Прорубить Чтобы не Беспокоить Соседей Возвращался С работы Поздно Часа в два Ночи И рано Вставал В пол Шестого Утра На самом Деле Это был Большой Трудоголик Все боялись Нарушить Любой Устав Любой Закон Небольшое Опоздание На службу Сотрудников НКВД Каралось Уже Большим Наказанием Самое Любимое Его Изречение Которые Он Произносил Во время Своих Планерок Ежедневных Планерок Я Ради Родины Сделаю Все Поставлю Тебя К стенке Именно Капитан Хмарин Активно Разрабатывал Дела Правых Троцкистов И националистов На одном Из заседаний Обкома ВКПБ Он доложил Цель Которая Объединяла Их Состояла В том Что они Хотели Ряд Областей В том Числе И Танну Туву Сделать Буржуазным Государством Под протекторатом Японии Враги Вели Работу По ослаблению Мощи И обороны Страны И экономики Основная Работа Их была Диверсия И шпионаж На основании Этого заявления Было фактически Истреблено Поколение Первых Хакасских Управленцев И интеллигентов Которые Стремились Поднять Национальный Суверенитет Своего народа В числе Предъявленных Обвинений Были и такие Как Ставка На поднятие Национальной Культуры Внедрение Родного языка И усиление Коренизации Государственного И хозяйственного Аппарата Их деятельность Была националистическая Но она была Конструктивно Созидающей Они в конце концов Создали Хакасскую Оптономную область Но показав Свою эту нелояльность Они в общем-то Све подписали Приговор Впрочем Любой человек Независимо От национальности Подданства Должности Вероисповедания По простому навету Даже анонимному Мог быть арестован И брошен За стенки После чудовищных Пыток Длившихся Многие дни И месяцы Арестованный Начинал возводить Клевету На себя И других людей Признаваться В совершении Тяжких Государственных Преступлений В этом здании Находилось Управление НКВД В 30-е годы Где непосредственно Происходили Заседания Пресловутых Троек Где выносились Определенные Приговора Обычно ночью Сюда и подъезжала Переоборудованная Машина С этаким Деревянным фургончиком Сколько в нем Было Невинных людей Никто сказать не может Их выводили только за воротами Которые были закрыты Очень плотно Да и не задавали В то время Лишних вопросов За них можно было По пресловутой Статье 58 Прим Угодить в этот подвал Который раньше был большим Шел под всем домом Мы огородили Все Знаем о том Что здесь Расстреливали Убивали Именно в подвале Вот старожилы Кто здесь раньше Старожил Они рассказывают О том Что Боялись спать Что ночью Сдохи Охи Шорохи То есть Поэтому мы Сделали старушку Вывели И уже Спят там Боятся Возможно Это правда Но есть и другие сведения Жители прибрежных домов В 70-х годах Рассказывали Что слышали выстрелы На Поповском острове Что летом Арестованных было много Что все В подвал НКВД Не вмещались И заключенных держали В подвалах здания Бывшей седьмой школы Ночью Вот с этой пристани Их переправляли На расстрел Лодками Зимой На санях Причем Некоторые могилы Были мелкого захоронения Потому что приговоры Приводились зимой Зимой Тем более Что вот этот Абакан Он замерзал полностью Переправлялись Просто на санях На повозках Люди На этот остров Сколько захоронено Это самому Богу Только известно В 60-х годах Когда заполнялось Красноярское водохранилище Вода в Абакане Резко поднялась Стала подтапливать остров Размывать захоронения Поэтому дано было указание Залить их бетоном Сейчас по этому острову гуляй Иногда находишь Вот эти безобразные Бетонные кляксы Как раз вот эти места Предполагаемых захоронений Время, конечно, покажет Конечно Не по-христиански Проводить эксгумации Да и нет смысла Сейчас Полностью восстанавливать До Тем более Что ни имен Ни фамилий На заключенных не было Это место в народе Тоже имеет плохую славу Дом по улице Мостовой Пустует десятки лет Существует версия Что здесь в 30-е годы Проживал сержант НКВД Анжиганов Помощник капитана Ахмарина Тот человек Который По версии Приводил Исполнение Приговоры Многие Которые здесь Проживали люди В дальнейшем Долго Не могли проживать В этом проклятом месте Покидали Это здание И вот видите Уже много лет Это место Никак не обживается Людьми А это еще одна Страшная точка На карте Политических репрессий Хакасии Так называемая Вторая роща 70 с лишним лет назад Она была огорожена Колючей проволокой От дороги Забор Сюда Обычно под утро Привозили трупы Расстрелянных Свидетели утверждают Среди нескольких Десятков человек Здесь захоронен И прокурор области Илья Жиров Сейчас О кровавых 30-х Напоминают лишь Огромные тополя Молчаливые свидетели Преступлений Да вот такие Пятна травы Которые там Где раньше были Ямы Другого вида Туда охранники Вывозили Закапывая Расстрелянных людей Им уже оружие Не давали Если кто-то Подавал признаки Жизни Их просто добивали Лопатами Или ломами И вот Один момент Который доказывал Прокурор области Гавриленко Гавриленко Что некоторым Людям Из-за того Что пьяная Расстрельная команда Была Они оказались живые Вышли к людям И приезжала Московская комиссия Московская комиссия Расследовали Почему именно Закапывали Еще живых людей Впрочем Заключенных За людей не считали Относились Как к животным Рассказывает Тамара Лю Чун Лин Которую арестовали В Ворошилове Уссурийском Что в 100 километрах От Владивостока Осудили По 58 статье На 10 лет Без права переписки И пошла Женщина С кличкой Смертница По этапу Хакасская Автономная область В конце 30-х годов Вошла в состав Огромного Архипелага Под названием ГУЛАГ В городах Располагались Лагеря Колонии Спецкомендатуры По данным На начало 50-х годов Более 30 С почти Тремястами Отделениями А также Минусинская Тюрьма Вот она Печально известная Именно сюда Пешком из Абакана Жены троцкистов Носили передачи А по этой улице Осужденные пешком Шли в красивейший Бор На расстрел Здесь вот дальше Вот это пространство Оно все заполнено Такими вот Холмиками Видимо группы Были небольшие Значит За хранение Здесь Все буквально Заполнено Тамаре Лю Чунлин Повезло Узнице Черногорского Спецлагеря Удалось выжить Вопреки Нечеловеческим Условиям В которых Содержались Заключенные В бараках Заключения 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 Независимо от пола Возраста Прошлых заслуг До тех пор Пока человек Уже готов был на плиту На горячую Раскаленную Свалиться Ну а папу Папу Вот Воловик Рассказывал Он работал Управляющим На языческих копиях И одно время Находился с папой В одной камере Вот где он находился Или он в Абакане Находился Или в Красноярске Но он рассказывал так Говорит Вот многих Приводили Избитыми Ни лица Уже не видно Там ничего Избитыми Люди не могли На ногах стоять А говорит Михаила Григорьевича Приводили Приносили Говорит На носилках На допросах Потому что У него были Перебиты ребра И перебиты руки Михаил Торосов Не мог идти сам Когда его отправляли В Красноярскую тюрьму На носилках В поезд Заносили И Романа Кызласова Об этом Его дочери Рассказал старший брат Который сумел Проникнуть на станцию Поставили на колени Вокруг собаки И Это Ну кричат же Жены И все Узнают Кричат И они Рукой Мажут И вот брат Говорит Один Старший Его Где-то Ну где-то Ему было 14 Значит Где-то 18 Он так и крикнул Отец Подожди Будет она На нашей улице Праздник И сразу бросились Конвоир За ним Рассказывает Ну женщины Его сразу Раз Спрятались И он Как-то скрылся Ну вот Значит протест Это был Люди Это молодежь Старше нас понимала И матери понимали Что что-то не то Что что-то Как говорится Это же Какой-то Произвол Это же Уничтожение По данным Статистики В годы репрессии В Хакасии Осуждены Почти 5300 Человек Из них В 37 38 Годах Больше 3,5 тысяч Расстреляны Около 2,5 тысяч Человек Одними Из первых По разнарядке В список Минимум Который Был Обязательным К выполнению Попали и руководители Партийных Советских органов Различных Организаций И предприятий Понесли суровое Наказание И члены Их семей За связь И неразоблачение Своего мужа Буржуазного Националиста Однажды На воротах Этого здания Появилась надпись Дом троцкистов Жильцы Стерли мел Однако название Прочно закрепилось За местом Куда выселили Семьи врагов народа Тогда Не было Вот этих Сараюшек Не было Полисадника Деревьев не было Просто голая заваленка Покосившаяся ставни Вот здесь Огромная лужа Здесь Головастиков Плавали Вход был Со стороны Улицы Павших коммунаров На месте Этих грядок Глубокая яма И ребятишки Знали Что здесь Во время Гражданской войны Колчаковцы Расстреляли борцов За Великую Октябрьскую революцию И вот мы Проходили Мимо этой ямы Даже никто Ничего Не бросил туда Никто Никаких слов Не говорил А просто молча Опустив голову Мы проходили Мимо этой ямы Обстановка была Гнетущая Дом старый С покосившимися окнами Разбитой заваленкой Вид имел удручающий Внутри теснота В каждой комнате Семья В то время Когда мы жили В этом доме То сюда Поместили Кожевинный цех Двери такие Дощатые были По крайней мере Вот этот Отвратительный запах По всему дому Разносился Мыши бегали По людям Тараканы Клопы били А клопов Было море Море было Клопов Невозможно Было трудно Пугала неизвестность Слухи Жесткий контроль Сотрудников НКВД Не было денег на продукты И лекарства Зато были Сплоченность И желание Поддержать В трудную минуту Помочь друг другу Клавдия Терентьевна Нас учила Вот я помню Как вот В этой большой комнате Стол был И за этим столом Открытый буквар Сейчас вот Как вижу Купшина В купшине роза И она Нас учила Читать Жены троцкистов Работали в 7-й Абаканской школе Дети учились тут же Занятия проходили в доме Что рядом со зданием НКВД Возможно специально Чтобы было удобнее Присматривать за неблагонадежными А чтобы унизить И раздавить морально При всем классе С ребятишек Сняли пионерские галстуки Раньше были значки железные С меня сдирали значок Он как зацепился Галстук не может Снять меня Чуть не менее Там косички Мы не выдрели Я просто ревела Областное управление НКВД Шефствовал Над 7-й школой Его сотрудники Часто приходили На праздники Пришли они к нам В Новый год С подарками Ну конечно Кто-то брал А кто-то еще Убегал В слезах В страхе Что это Вот эти дяди Вот я например Увидала следователя Который разбирал Моего отца Это Баранов Некий Который Вот и приходил С такой С улыбочкой Как вы тут Детки наши Кто-то брал подарки Кто-то убегал Со слезами Ведь рядом За забором Сидели их отцы Каждую перемену Ребятишки бегали посмотреть Живы ли они Пытались узнать Как себя чувствуют Вижу папу Но он далеко Шел Но я крикнула Папа А тут же стоят С друзьями Охранники И они Значит Они ругались И вот Так приклад В городе Показывали Что отойдите Отойдите И а папа Папа Кричал Он не слышал Больше отца Тамара Александровна Некий